Всем привет! Вы на канале Доктор Что Это? И сегодня у нас немного необычный выпуск. Чё-то смешного. Человек растёт, юность сменяется отрочеством, или отрочеством, я не помню как правильно. Проходит взросление, с ним новые интересы, влечения. Мы смотрим на других, как на возможных партнёров для жизни. Столько вопросов хочется задать, но непонятно как. Многие связаны с сексуальной стороной жизни. Давайте сегодня попробуем разобрать ряд вопросов, которые часто не задают. Сегодня мы затронем мифы на деликатную тему. В первой части обсудим медицинские моменты. Инфекция, контрацепция, обследование. А во второй – психосексуальные. Отношения в паре, оргазм, либидо и другое. Общее название ИППП – инфекция, передающаяся половым путём, может ввести в заблуждение, что они передаются только при непосредственном сексуальном контакте. Да, это один из основных путей передачи, но и не единственный. А возможности заражения ИППП следует помнить всегда при незащищённых сексуальных отношениях. Заражение возможно при любой форме сексуальной активности. Кроме того, эти болезни могут передаваться от матери к ребёнку, а также через кровь и другие секреты организма. Секреты организма. Секреты и тайны организма. Мифы и легенды организма. Древнего, древнегреческого организма. Прости. Передача от матери к ребёнку, возможно, внутриутробно или в процессе родов, когда младенец проходит через родовые пути. Заражение через кровь – парентеральный путь инфекции. Самый распространённый вариант – укол нестерилизованным шприцом, которым уже пользовались заражённой иглой. Возможно, инфицирование при переливании крови, через ранения, например, через ножевые порезы, микротравмы кожи. И к редким вариантам передачи некоторых ИППП относится бытовой. Длительный контакт через предметы общего пользования. Возможно, передача с поцелуями или через объятия. Контакт на бытовой путь заражения в основном встречается у людей с ослабленным иммунитетом. ВИЧ заранит всегда. Не обнимайтесь с больными и не ешьте вместе с ними, чтобы не заразиться. Лучше отодвинуться подальше и плюнуть им в лицо. Сразу скажем – нет. В быту передачи ВИЧ здоровому человеку не происходит. ВИЧ может передаваться половым путём, через разные жидкости в организме. Кровь, грудное молоко, семена жидкости, вагинальное выделение, а также от матери ребёнку во время беременности и родов. Очень часто, около 20% заражения вирусом иммунодефицита человека, а также гепатитами, происходит при внутреннем введении наркотиков. Вместе с тем, стоит отметить, что при обычных повседневных контактах, таких как поцелуи, объятия и пожатия рук, при совместном пользовании личных предметов и употреблении продуктов питания или же воды, ВИЧ не передаётся. А что о сексе с ВИЧ-положительным человеком, который получает терапию? ВИЧ плюс люди, которые получают антиретровирусную терапию, АРТ, не передают инфекцию своим сексуальным партнёрам. Поэтому очень важно обеспечить ранний доступ к АРТ и оказание поддержки, так как это не только улучшает здоровье людей с ВИЧ, но и предупреждает заражение. Нелиталии имеют специфичный запах, независимо от гигиена. Нет. При надлежащем качестве ухода у половых органов не должно быть неприятного запаха. Говорят, Наполеону Бонапарту напротив нравился такой запах, и он просил свою возлюбленную Джозефину три дня не мыться перед его приездом. Но вернёмся к нашей теме. Выделение из женских половых путей – это смесь биологических жидкостей, эпителия, фрагментов клеток, микрофлоры. В норме они прозрачны, не пахнут. Появление запаха может говорить о проблеме, с которой следует обратиться к врачу. Таким образом, у здоровых мужчин и женщин не должно быть неприятного запаха при хорошей гигиене. Многие анализы на ЗАЭППП можно сделать быстро и бесплатно. Как правильно это сделать? Нужно прийти в поликлинику или же кожно-венерологический диспансер натощак. Для мужчин не мочиться в течение 3-4 часов. Для женщин вне периода месячных. Не спринцеваться, не использовать вагинальные лекарства за 7 дней. Исключить сексуальный контакт за 24 часа до исследования. Если есть высыпания на половых органах, то могут потребоваться соскобы с кожи или слизистых. Тогда не используйте мази, примочки и прочие за 3 суток. Не смывайте налёт или выделение с поверхности кожи. Перед соскобом изо рта нельзя есть, жевать резинку и прочее. Но не 3 дня, не переживайте. Всего лишь утром перед обследованием. А вот бактериологические обследования проводят после приёма антибиотиков. Минимальный срок 1 месяц. Перед сдачей спермограммы половое воздержание не менее 3 дней и не более 7 суток. За 2 недели до исследования не следует принимать алкоголь, острую пищу, а советуют придерживаться здорового образа жизни и хорошо питаться. 100% надёжных способов контрацепции не существует. Но это миф. Он есть. Безопасный, надёжный и даже без использования гормонов и презервативов. Для мужчин это водиктомия, то есть перерезание семенного канатика. Это такого миленького. Также используют мягкие пробки, которые препятствуют продвижению спермы и мужские спирали со спермицидами. У женщин используется перевязка, коэгуляция, рассечение маточных труб. Операция проводится лапароскопически. Что бы ни значило это слово. Готовиться к приёму гинеколога не нужно. Врач сам всё узнает и поймёт. Поймёт, простит и прогонит. В срочной ситуации визит действительно проводится в любое время. Но для планового осмотра оптимальное время 5-7 день цикла. Лучше заранее записать основные вопросы, которые вы хотели бы задать. Также важно зафиксировать даты последней менструации, длительность, регулярность цикла. Будут нужны сведения о гинекологических, эндокринных заболеваниях, были ли инфекции и так далее. Возьмите с собой результаты анализов и обследований за последние 6 месяцев. Предыдущее заключение врачей или амбулаторную карту. Перед приёмом обязательно нужно принять гигиенический душ и сменить бельё. Нельзя проводить спринцевание перед осмотром, пользоваться в интимной зоне кремами и другими средствами личных гигиен. Если визит планируется вечером, для комфорта помогут влажные детские салфетки без антисептика. На самом же деле основные требования к методам стерилизации – простота, безопасность, эффективность, экономичность и добровольность. Медицинская стерилизация, как специальное вмешательство с целью лишения человека способности к воспроизводству или как метод контрацепции, может быть проведена по письменному заявлению женщины-мужчины не моложе 35 лет или имеющих не менее двух детей. А при наличии медицинских показаний и согласия мужчины-женщины, независимо от возраста и наличия детей. Механические методы стерилизации в настоящее время являются наиболее простыми и надежными. Они имеют высокую эффективность, низкую частоту осложнений и короткий период восстанавливания после операции. А если партнер ВИЧ положительный, значит риск заражения есть всегда, профилактики до и после контакта не существуют. ДКП – доконтактная профилактика ВИЧ и ПКП – постконтактная профилактика ВИЧ есть и используются. Они очень важны. Лекарства, которые используются для ДКП и ПКП, способны накапливаться в тканях половых путей, что важно для локального ВИЧ-специфического клеточного иммунного ответа. Начиная с 2012 года ДКП, как новый способ борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, внедрена в более чем 65 стран мира. Но в нашем мире 190 с гаком стран, поэтому это как-то маловато. В России первые рекомендации по ДКП приведены в 2018 году. Для определения необходимости до контактной профилактики рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Врач оценит ряд факторов, назначит обследование, определит наличие или отсутствие противопоказаний или ограничений, проинформирует обо всех нюансах применения ДКП. В дальнейшем человек, который получает ДКП, должен регулярно обследоваться на ВИЧ. Ну что ж, на этом наш выпуск подходит к концу. Пишите в комментариях, какие темы еще было бы интересно услышать от нас. Может быть, они также связаны с сексуальностью. Наш следующий выпуск будет посвящен отношениям внутри пары. На этом мы прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на нас, если вы это еще не сделали. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»